Всем привет! С вами Блокнот Ростов и это Итоги недели. Ростов вошел в десятку самых худших городов по уровню жизни. За год мы упали сразу на 20 позиций. Хуже всего оценили горожане работу местных властей и общественного транспорта, что в принципе неудивительно. А больше всего ростовчанам нравится уровень образования и медицины. К слову о медицине. На днях задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую и ее заместителя. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Дело может быть связано с закупкой по утилизации медицинских отходов за 2017-2018 год. Но судя по предыдущей новости, ростовчан все устраивают в нашей медицине. Поэтому и у министра, и у ее заместителя все должно быть хорошо. Появились подробности страшного крушения самолета в 2016 году. Тогда Боинг компании «Флай Дубай» летел из Дубая в Ростов. Он разбился прямо у взлетно-посадочной полосы в Ростове. В катастрофе погибло 62 человека. Как выяснилось, экипажу не сообщили полный прогноз погоды. Решив сделать заход на посадку во второй раз, пилоты не знали об изменениях скорости и направлении ветра. Резкий порыв, возможно, и стал главной причиной – крушения самолета. Однако в полном отчете туда добавили еще психологическую неподготовленность пилотов, неслаженность их работы и недостаточные знания. На этой неделе самой обсуждаемой темой был обмелевший дон. Из-за сильного восточного ветра вода ушла на сотни метров и обнажила дно реки. Ростовчане сразу же воспользовались удобным моментом. Кто-то устраивал романтичные прогулки по дну реки, а кто-то даже с металлоискателем искал драгоценности. А самые умные решили прокатиться по примороженному песочку на своих автомобилях. Я думаю, все уже знают, что ничем хорошим это не закончилось. Но вода постепенно начала возвращаться в дон, и мы можем спокойно выдохнуть. Самые актуальные новости читайте на сайте Блокнот Ростов. Всем удачных выходных и пока-пока!